История создания бизнеса Тяньши. История первая. Мечта о великом здоровье. В молодости некоторое время господин Ли Цзинь Юань работал на нефтяном промысле в северокитайском нефтяном бассейне, где считался прекрасным работником. Уже в отделе материального снабжения проявился его природный предпринимательский талант. Иногда руководство прииска выделяло цистерну бензина или солярки для обмена на свежие морепродукты. Другие сотрудники просто выполняли поручения и сразу же возвращались. А господин Ли Цзинь Юань действовал иначе. Поменяв бензин на морепродукты, он заезжал в снабженческий кооператив и менял часть полученных морепродуктов на конфеты и прочие лакомства. Так и получалось, что выигрыш в итоге был выше в 2-3 раза. В 1978 году после пленума ЦК КПК, который называют пленумом Великого Перелома, началась политика открытости и реформ, стимуляции национальной экономики. Ветер перемен подул над великой рекой Янцзы. Господин Ли Цзинь Юань, обладающий врожденным талантом к ведению бизнеса, решил оставить работу на нефтепромысле и полностью погрузиться в мореперемен. Он занялся торговлей между северными и южными районами Китая, где, применяя свои способности, заработал первые капиталы. После этого были этапы работы на производстве стиральных машин и другой бытовой техники, электрических проводов, лазерной обработки стали, продажи автозапчастей, открытие магазина изделий из цветных металлов, типографии, завода по производству пшеничной и белковой муки, организация производства пластмассы. В тяжелых трудах прошли несколько лет. Но к началу 90-х годов господин Ли Цзинь Юань уже заработал несколько миллионов юаней. Он приобрел статус настоящего богача. Семья даже смогла построить коттедж в западном стиле. Можно было начать жить спокойно и безбедно. Но господин Ли Цзинь Юань вовсе не был доволен достигнутым успехом. В его душе горела страсть к достижению еще больших вершин. Поэтому в 1993 году он принял решение переехать в свободную экономическую зону и зарегистрировал в Тянь Цзине компанию Тянь Ши с уставным капиталом в 28,88 миллионов юаней. Господин Ли Цзинь Юань выбрал направление создания бизнеса высокотехнологичных продуктов, особенно тех, которые могли бы оказать большую пользу для оздоровления человечества. 13 июля 1993 года был подписан контракт на переуступку прав интеллектуальной собственности с одним из подразделений Китайской академии наук. Это был патент на технологию производства костного женьшеня, препарата, восполняющего кальций. Чтобы кости и дух человека были крепкими, необходимо восполнять кальций. На момент подписания контракта стоимость патента составляла огромную сумму в 780 тысяч юаней. Но господин Ли Цзинь Юань был уверен в необходимости своих действий, так как в его душе жила мечта о здоровье человечества и служении обществу. Субтитры создавал DimaTorzok